День семьи, любви и верности В Сочи обсуждают, каким будет новый сквер у парка Дендрарии. Рабочая группа разработает концепцию новой зеленой зоны. Танцы, песни, еда и боевые искусства. В Сочи прошел фестиваль «Все краски и культура Кореи». Сегодня диабет не приговор. Это с успехом доказывают участники Диаспорта Киады. Она стартовала в Сочи уже в восьмой раз. День семьи, любви и верности Сложили цветы к памятнику Петра и Февронии. Именно в Свято-Покровском храме находится предел с иконами святых Петра и Февронии Муромских. Лучшие семьи Кубани потом чествовали в концертном зале премьера. Днем семьи, любви и верности жителей края поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. И уже по традиции в этот день вручали краевые награды, родительская доблесть и дарили символ праздника – букеты с ромашками. Иван Александрович и Лидия Васильевна Коба уже 57 лет смотрят друг на друга вот такими влюбленными глазами. Вместе они воспитали двоих сыновей и дочь, а теперь наслаждаются ролью бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Чита Коба по праву носит звание «Золотой семьи» и удостоена медали за любовь и верность. А рецепт счастья, по мнению хранительницы семейного очага, прост. Самое главное – ценить друг друга надо. Мне кажется, это самое главное. И не воспитывать друг друга. Вот какой-то есть, такой есть. Вот какого я приняла, такого. Самое главное – любить и верить. В День святых Петра и Февронии в концертном зале премьера собрались десятки семей. Многодетные, молодые, казачьи, золотые юбиляры. Гордость Кубани. А вместе с ними – дети, внуки и правнуки. В зале семья главы региона Вениамина Кондратьева. На праздник он пришел вместе с супругой и детьми. Губернатор и владыка Исидор поздравили всех с праздником и пожелали беречь самое главное богатство – семью. У каждой семьи есть своя история и свои традиции семейные, которые мы бережем и передаем от отца к детям и от детей к внукам. Так вот, в истории и традициях наших семей мы черпаем силы и сегодня. И это смысл жизни нашего народа. Связь поколений, связь традиций, культуры и веры. Для нас очень важно понимать и осознавать, что такой праздник, который мы сегодня с вами отвечаем, такой мудрый подход к жизни составляет суть нашего российского мировоззрения, составляет суть нашей ментальности. Я всех вас поздравляю с праздником. Любите и берегите друг друга. Сегодня Святая Церковь вспоминает святы благоверных Петра и Февронию, муромских чудотворцев. Они не совершали ратных подвигов. Их кончина не была мученической. Они просто достойно прожили свою жизнь, явив образец чистоты и красоты супружества. И за это были прославлены у Господа. Каждый год в этот день лучшим многодетным семьям Кубани вручается медаль «Родительская доблесть». В этом году из рук губернатора и владыки Исидора ее получили 15 семей. А всего с момента учреждения краевой награды – 82. К новому статусу многодетным семьям предлагается и единовременная выплата 32,5 тысячи рублей. Семья – это самое основное, то, что есть. Семья, дети – это счастье. Семья – это, конечно же, особенно многодетная семья. Это большое счастье. Это дружба. Это опора друг на друга. Для нас любовь со стороны детей, со стороны мужа. Понимание обязательно. Семья – это главное достижение для каждого сидящих в этом зале. Сначала та, в которой он родился, потом, которую создал сам. Поэтому День памяти святых Петра и Февронии – для многих еще один повод собраться в большом семейном кругу. ПЕСНЯ 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 А в Сочи в парке Ривьера прошел семейный парад. В нем приняли участие около трех тысяч горожан. Какие подарки получили самые верные супруги, расскажет Рината Шипулина. ПЕСНЯ Главным украшением города в этот день стали воздушные шары в форме сердец. В парке Ривьера чествовали около двухсот пар. Семья Адамовых вышла из ЗАГСа всего несколько часов назад. Молодожены верят, что жениться в такой день – это хорошая примета. ПЕСНЯ В этом месте родственники и друзья – всего три тысячи человек – прошли парадом по парку. На пути их сопровождали ведущие в костюмах Петра и Февронии. Для всех в честь праздника – бесплатное мороженое, аттракционы и конное шоу. ПЕСНЯ Мы каждый год привносим что-то новое, что-то интересное, что-то нужное нашим горожанам. Вот в этом году мы изменили концепт праздника и пригласили семьи всех наших представителей отраслевых управлений. Семьи, которые могут быть примером, в этот день получили благодарственные письма и подарки. Накануне золотую свадьбу отпраздновали Марина и Георгий Байгот. Супруги говорят, главное в семейной жизни – терпение и умение вместе радоваться. ПЕСНЯ Полное счастья, радости, оптимизма и энергии. И желательно, чтобы было в дальнейшем все так же хорошо. В Сочи более 4,5 тысяч многодетных семей. Одна из них, чета Бондаренко, уже перешагнула серебряный рубеж совместной жизни. Семеро взрослых, пятеро детей. Есть еще и домашние животные – собака, кот, кролик и черепаха. Позитивный настрой позволяет пережить любые трудности, считает многодетная мама Светлана Бондаренко. ПЕСНЯ Пока все спят, я быстренько занимаюсь животными, огородом. У меня положительные эмоции. И потом все происходит уже по накату. Мне уже весело. Ну, под конец моего рабочего дня, часов в 12. Вот. Я уже радуюсь то, что уже все, как бы, дети уложены. Вот. У меня постоянный, наверное, позитив постоянный. Стараемся здесь теперь, в воскресный день, все собираться. Накрываем столы, все помогают, все знают, что делать. И собираемся и празднуем. У нас уже двое внуков, двое внучек. Сейчас еще одна будет третья. Это большое пополнение для нашей семьи, большая радость. Вон они бегают здесь. Светлана и ее муж Сергей вместе со школьной скамьи. Учились в одном классе, сидели за одной партой. Верность, доверие, любовь и поддержка. Вот их нехитрый рецепт счастливой жизни, который они передают детям. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ. А в Адлере праздник в честь Дня семьи прошел на территории районного храма Святой Троицы. Мероприятие назвали «Дарите ромашке любимым». В этот день здесь чествовали супружеские пары, отметившие бриллиантовую, золотую и серебряную свадьбы. И, конечно, многодетные семьи. За 10 лет поздравления здесь принимали более 100 адлерских семей. В этот раз примером долгого и счастливого брака назвали Вартануш и Гургена Карапетян. Их знакомство произошло в далеком 1962 году во время учебы в школе номер 7 Нижнешиловского сельского округа. Оба супруга всю жизнь работали в Сочи. Он в чайсовхозе, а она в поликлинике. В этом году они отмечают изумрудную свадьбу – 55 лет совместной жизни. Именно в этот день мы должны вспомнить о том, что огромное счастье любить, это огромное счастье дано всем нам, людям, живущим на земле. Для этого нам нужен мир, для этого нужно взаимопонимание и для этого нужна верность. А вот дружная семья Борисовых поведала свою историю. Супруги познакомились в Темрюкском храме. Надежда решила покреститься, а Алексей служил там священником. В их семье уже пятеро детей. Алексей служит священником в Адлерском Свято-Троицком храме, а Надежда трудится там вторым регентом. И муж и жена постоянно проводят беседы с молодыми семьями, подростками группы Риска, призывниками. Организуют мероприятия, направленные на сохранение духовных традиций. Мы надеемся, что помощь святых Петра и Февронии поможет возродить те духовные традиции, которые важны сегодня для семьи, а значит важны и для нашей страны. Таких крепких семей в районе много. Каждой ведущей посвятили несколько строк. Поздравили всех юбиляров своими выступлениями участники хореографического ансамбля «Сюрприз» и вокальной группы «Ван». День любви, семьи и верности отметили на «Зеленой планете». Так называется удивительный парк, который в середине июня открылся в горно-туристическом центре «Газпром» на Красной Поляне. Какие сюрпризы подготовили организаторы для участников семейного праздника, расскажет Ольга Десятого. Фантастический мир в горах – так посетители называют парк «Зеленая планета» в горно-туристическом центре «Газпром». Уютное местечко, прекрасно подходящее для семейного отдыха, стало местом проведения одного из самых добрых праздников – Дня семьи, любви и верности. У нас очень много семей, сегодня на канатной дороге действует скидка. Горно-туристический центр «Газпром» ежегодно организовывает большие такие мероприятия. Притом наши ценности, наш главный фокус – это для того, чтобы любой человек может позволить себе этот отдых. Каждый уикенд мы запускаем новый объект, новую экспозицию. И абсолютно точно, что мы будем двигаться так до конца лета. Музыка и танцы для всех, для детей – мастер-классы. Такие здесь, кстати, проходят каждую субботу. Здесь же можно было сделать снимок в фотозоне с ромашками. Это символ праздника. И оставить пожелания на дереве семейных ценностей. А еще стать участниками научного шоу – увлекательного представления с занимательными опытами по физике. Наш вулкан начинает свое вершение! Парк «Зеленая планета» находится слева от развлекательного центра «Галактика». Сама атмосфера, свежий воздух, горы, река – все располагает к семейному отдыху. Гости планеты с удовольствием фотографируются с ее зелеными обитателями – вот такими огромными фигурами. «Приехали сейчас в «Газпром», хотим посмотреть, как у вас тут красиво, круто. Погода шикарная, вообще, сегодня тем более праздник, день семьи. Очень красиво. Очень красиво, да. Очень красивое место, классно, нормально все. Мне нравится. Для детей вообще здорово. Парк «Зеленая планета» постоянно развивается. Не так давно здесь открыли летнее кафе и детскую игровую площадку. На планете появился пруд. Скоро сюда запустят рыбок. Наверняка «Зеленая планета» уже совсем скоро попадет в народный рейтинг обязательных мест для прогулок в Красной Поляне. Кстати, менее чем за месяц парк посетили более 50 тысяч человек. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Не довез бетон. Накануне груженый миксер перевернулся на Барановке. Тяжелая машина при подъеме потеряла равновесие и придавила легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы, в таком положении миксер простоял пару часов до того, как с помощью спецтехники его смогли отодвинуть и освободить иномарку. О пострадавших не сообщается. А в Адлере в субботу ранним утром внедорожник не справился с управлением. В половине седьмого утра 23-летний водитель УАЗа наехал на бетонный отбойник слева. В результате машина опрокинулась. В ДТП пострадала 25-летняя пассажирка. По предварительным данным, одной из причин аварии стало превышение скорости. В Сочи решат дорожные проблемы, а вопросами похоронного дела теперь будет заниматься специализированная организация. Ранее статусом спецслужбы по похоронному делу было наделено муниципальное бюджетное учреждение. Ввиду последних изменений в краевом законодательстве, большинство функций ложится на созданное подразделение мэрии. А специализированную службу планируется создать в форме автономной некоммерческой организации с целью снижения стоимости ритуальных услуг. Об этом сегодня рассказал депутат городского собрания Сочи Михаил Бугриев. И если этот вопрос для депутатов городского собрания Сочи профильный, то вот решение транспортного вопроса требует дополнительных согласований. С УВД, Управлением транспорта, Администрацией Сочи, Росавтодором и Минтрансом России. Так, в районе Мамайского перевала депутаты городского собрания Сочи в качестве первоочередной меры предлагают ввести дополнительную вторую полосу по направлению в центр Сочи, а в перспективе построить двухуровневую транспортную развязку с надземным пешеходным переходом. Такие же конструкции в долгосрочной перспективе должны появиться и в ЛАО. Решить проблему транспортных заторов на перекрестке Виноградная-Пирогова позволит расширение федеральной дороги. А чтобы разгрузить перекресток Ленина-Ромашек, в Адлере потребуется изменение схемы дорожного движения. Планируется, что при движении из Абхазии в сторону Сочи вместо двух будет организована одна полоса, а в сторону центра Адлера будет две полосы. Кроме этого, появятся информационные указатели о возможности движения через существующий прокол на улице Ромашек, а на проблемном перекрестке будет дежурить наряд ДПС. Мы сейчас будем рассматривать вопрос о создании двухполосной со стороны Сочи-Абхазии, и одна полоса должна идти с Абхазии в Сочи. Что это должно, какие меры повлиять? Первое, ну, все мы там ездим, все мы знаем, что федеральная трасса, на сегодня, к сожалению, она запаркована частным автомобилем. То есть из тех двух полос, которые сейчас существуют, фактически существует одна, а то и пол полосы. Депутаты рассмотрели и предложение жителей села Красная Воля. Месяц назад на улице Володарского было введено ограничение движения грузового транспорта. В итоге это усложнило работу не только промышленного предприятия в селе Хлебороб, но и самих сельчан. По предложению депутатов, в ближайшее время этот участок дороги будет обследован. Депутаты выйдут с предложением убрать ограничения и отремонтировать дорогу. В Сочи обсуждают, каким будет новый сквер, который планируют разбить в районе парка Дендрария. Решено создать рабочую группу, которая продумает до мелочей концепцию новой зеленой зоны. Все подробности в нашем следующем материале. Пока одну часть вот этой территории на улице Фабрициуса в районе Дендрария занимает парковка, другая вовсе пустует. Но совсем скоро здесь появится сквер. Есть даже название – фестивальный в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который Сочи примет в октябре. Местные жители быстрорастущего микрорайона очень рады. Зона отдыха здесь будет как раз кстати, говорят сочинцы. Это хорошо. Это лишние дополнительные места, развлечения для людей, удобства. Под спортивную площадку, да. У нас много друзей и воркаутеров, которые на турниках занимаются. Они будут рады. Они здесь живут недалеко. Концепцию нового сквера сегодня обсуждали в городской администрации. Важно понять, каким будет парк и его наполнение. Планируется и детская площадка, и спортивная для волейбола, и уличные тренажеры. Важная часть – это пешеходная тропа вдоль реки с выходом на улицу Черноморская. Главой города поставлена задача быстро, оперативно, в короткие сроки выработать решение, обсудить его всем вместе. Мы должны получить многофункциональное место отдыха, которое бы соответствовало интересам и жителей, и гостей города. При формировании концепции парка будет обязательно учтено мнение общественности, подчеркивает Мугдин Чермит. К работе привлекут и заинтересованный бизнес. Ведь сквер нужно не только обустроить, но и содержать. Продумать нужно и транспортную логистику. Кстати, парковка останется на месте, но будет обустроена. Место найдется примерно для 300 машин. Что касается транспортной логистики, на самом деле, к этому парку удобны подвезные пути. У нас есть автобусная остановка, которая в шаговой доступности по урокному проспекту. Там с этим, я думаю, проблем нет. Через эту остановку у нас идет достаточно большое количество маршрутов, по сути дела, со всех концов города. Подготовительной работой на площадке, почти законченной силами экологического совета и городской мэрии, вывезен весь мусор. А уже к следующей неделе специально созданная рабочая группа должна представить окончательную концепцию нового зеленого уголка курорта. Ольга Десятого, Владимир Киселев, Терекомпания, ФКТ. Около 500 миллионов рублей затрачено Сочи водоканалом на модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства Адлерского района. Средства были привлечены из различных источников. Один из основных объектов модернизации – очистные сооружения канализации Кудепста. Работы проводятся в два этапа – в период с 2015 по 2017 год. Также накануне в Адлере открылся Центр оказания услуг. Реконструкция очистных сооружений Кудепста стартовала в 2015 году. Новое оборудование смонтировано на первичных и вторичных отстойниках. Установлены современные аэрационные системы, обновлены приемные камеры, заменено насосное оборудование. Модернизации подверглись также канализационные насосные станции. По Адлеру проложены километры новых систем водоотведения. В результате значительно улучшилось качество очистки источных вод. Появилась возможность подключить к централизованной системе канализации до 7 тысяч новых абонентов. В общей сложности было потрачено около 500 миллионов рублей. Сегодня мы развиваемся. Что мы идем вперед. Что сегодня Сочи водоканал вкладывает, скажем, собственные средства. Производит инвестиционные программы. Привлекает со стороны средства. То есть они используют те механизмы, те рычаги, которые в свое время не были использованы. Это необходимый путь развития. Другого пути у нашего города просто нет. Еще один путь развития – создание комфортных условий для абонентов. В помещении Адлерской службы Сочинского водоканала торжественно открыт центр оказания услуг. Здесь действует электронная очередь. В одном месте собраны все необходимые абонентам специалисты. Тут же работает касса. Год назад такой центр был открыт в головном офисе предприятия. А в апреле еще один заработал в Лазаревской службе Сочи водоканала. За этот период мы уже приняли в двух аналогичных центрах более 130 тысяч посетителей наших абонентов. Локальный центр может обслужить примерно 100-150 человек за смену. Мы в части своего развития выбрали клиента ориентированность как основной приоритет. Это очень важно, когда абонент может очень быстро и качественно получить свою услугу. Центр оказания услуг в Адлере находится на улице Котовского, 3, в здании районного подразделения Сочи водоканала. Работает ежедневно, кроме выходных. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи продолжается пора фестивалей национальных культур. Свои празднества уже провели грузины, армяне, шапсуги и славяне. Присоединилась к местным диаспорам и объединение сочинских корейцев. Зрителями фестиваля «Все краски и культура Кореи» стали несколько тысяч сочинцев и гостей курорта. В том числе и наша съемочная группа. Корейская музыкальная культура насчитывает много веков. Одна из важных ее частей – это барабаны. Раньше они предназначались для звукоимитации природных явлений, звериных голосов. В любом случае, барабанная гармония заворожила всех посетителей сочинского торгового центра. Провести фестиваль «Все краски и культура Кореи» в Море-Моле руководство объединения сочинских корейцев решило не случайно. Именно в таких местах, уверены организаторы, с культурой Кореи можно познакомить огромное количество россиян. Хотя это не единственная цель фестиваля. Через весь фестиваль проходит основная идея – это дружба народа. Почему здесь будут выступать и грузинский ансамбль, и армяне, и русская народная песня. Фестиваль проводится не только для того, чтобы ознакомить, но и чтобы сплотить людей. В нашей стране проживает 220 тысяч граждан этой национальности, но культура корейцев мало кому знакома. С кухни дело обстоит проще, но, как отмечают сами сочинские корейцы, их традиции и обычаи также с перчинкой стоят особого внимания. И сегодня мы в одной гармонии с ними. И вот их культура, их трудоспособность, порядок для нас очень приемлемы. Молодежь признается, о корейцах они знают по так называемым «дарамам». Это азиатские телесериалы, получившие огромную популярность. Азиатская культура – это одна из самых же продвинутых. И в процессе интереса начал читать, искать, смотреть, и очень даже запал в душу сама Корея. Я сделал вывод, изучая историю и их культуру, что это очень сильная страна и с сильным духом. Краса в корейский фестиваль добавили артисты ростовского ансамбля «Ким Гансан». Услышали зрители и песни на корейском языке. Боевое же искусство Кореи продемонстрировали воспитанники спортшколы номер 5 города Сочи. Федерация Тхэквондо – одна из популярных на курорте. В конце фестиваля гостей ожидала самая вкусная дегустация популярных корейских блюд. Своё приветствие участникам и зрителям фестиваля «Все краски и культура Кореи» направила и самая известная кореянка, заслуженная артистка России Анита Цой. Это прекрасно, что в вас живёт любовь к национальной культуре. Желание поделиться с людьми нашими традициями, пониманием, как важно помнить о своих корнях и, конечно, об истоках. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сеть ювелирных магазинов «Алмаз» уже более 14 лет радует своих покупателей. География салонов раскинулась от Крайнего Севера через Урал до Южного Сочи. Имея многолетнюю репутацию на ювелирном рынке, специалисты сети со знанием дела подходят к выбору ассортимента украшений. Оценить его могут все сочинцы и гости курорта. Сотрудничая только с самыми крупными российскими заводами, сеть ювелирных салонов «Алмаз» гарантирует высокое качество и широкий ассортимент выбора. В магазинах представлены украшения как из золота высочайшей 585-й пробы, так и изделия из серебра, которые доступны каждому. Дизайн самый разный – от нестареющей классики до самых современных форм и оригинальных исполнений. Сейчас в нашем магазине проходит суперакция. Обмен старых изделий золотых на новые по выгодной цене – 1800 рублей за один грамм. И только у нас действует эксклюзивный обмен серебра. Мы дарим нашим клиентам скидки до 50%, а также дополнительные скидки пенсионерам, именинникам и молодоженам. Всего ассортимент сети «Алмаз» насчитывает более 10 тысяч драгоценных шедевров. Среди них – как изысканные модели итальянских мастеров, так и качественные украшения известнейших российских ювелирных заводов. Особого внимания заслуживают изделия из лимонного золота, которые восхитят даже самого искушенного покупателя. Для постоянных покупателей в нашей сети действует бонусная система. С каждой покупки начисляются бонусы, которыми можно рассчитаться в следующий раз. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем гарантию 2 года от завода-производителя на все ювелирные украшения. Также здесь можно приобрести и подарочные сертификаты на покупку украшений. Магазин «Алмаз» расположен на улице Декабристов, 22 в поселке Лао. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Элегантность – ее заслуга. Телекомпания «ФКТ» поздравляет с днем рождения давнего партнера Юлию Иванову, художника-модельера, академика Национальной академии индустрии моды. Есть модные тенденции, считает Юлия Иванова, которые можно вполне причислить к разряду классических. Это полоска, объемные верхние вещи или использование анималистических принтов. Ее стиль – это сочетание жестких графических элементов, присущих скорее мужскому костюму, с плавными тягучими линиями, соответствующими женской фигуре. До моды под брендом Иванова более 10 лет производит небольшие сезонные коллекции, которые успели оценить и дикторы телекомпании «ФКТ». Поэтому главное пожелание ко дню рождения – продолжать творить и успешно представлять Сочи на международных конкурсах. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...